всем привет канал из москова израиль сегодня разговариваем про одну из самых насущных проблем всего человечества это зубы и хороший зубной врач у нас уже был ролик по этому поводу единственно он был уже давно и соответственно найти его довольно сложно вопросы все еще сыпятся потому что как я уже сказал зубы всех волнуют все боятся их лечить все боятся что им их испортят и все самое главное бояться сколько это стоит потому что зубные врачи по всему миру всегда дорогие и соответственно знаешь что ты идешь к зубному врачу и можешь получить очень большую сумму для оплаты когда ты находишься в новой стране для себя с финансами еще не все понятно это вдвойне страшнее и сложнее поэтому записываем сегодня ролик про зубного врача как я уже сказал что мы в свое время говорили что мы нашли одного зубного врача который нам тоже посоветовали света привет он нам очень понравился и все это время мы уже почти два года скоро будет в израиле все это время мы пользовались его услугами единственное что эти услуги состояли к сожалению раз в том что мне вырвали зуб второй раз вырвали зуб нашему сыну но правда молочный так что не переживайте вот по поводу цен на вырывание зубов мы там тоже все рассказали можете посмотреть залезть и все прикинуть буквально сегодня я ходил и лечил зубы вот прям классически с пломбами с высверливанием там со всеми делами и плюс еще чистка зубов но давайте все по порядку значит ходил я к тому же врачу находится на гаотоне если кому интересно мы скажем где и что второй вопрос сколько стоит значит он мне сделал два зуба то есть у меня была проблема с двумя зубами два зуба это пломбы то есть классические пломбы без удаления корней единственное значит стоимость их 250 шекелей пломба соответственно две пломбы 250 плюс 250 500 шекелей и чистка зубов то есть чистка зубов в россии мы в свое время чистили ультразвуком то есть такая специальная машинка вот анюта подсказывает что около пяти тысяч это стоило чистка плюс пасты и потом дать и потом полировки и так далее вот здесь получается у него какая-то первая машинка была интересная она напоминает такой знаете в воду с каким-то с какими-то частичками а может быть это вода очень сильная соответственно первое что он сделал этому почистил вот этим напором с водой с какими-то частичками зубы второе он взял вот эту машинку тоже которая соответственно ультразвуком от чай этот камня и от всего остального и третье он взял опять эту полировочную пасту вместе с устройством которое жужжит и всех пугает вот и почистил зубы вот эта процедура стоит 150 шекелей вот такая по стоимости значит из интересного по поводу анестезии анестезия здесь довольно хорошая мне нравится во-первых ну это уже и везде было но здесь тоже мажут сначала перед тем как сделать укол саму десну то есть не чувствуешь боли и второе анестезия сама по себе вы знаете она не так сильно замораживает вот пол лица да как обычно это бывает а именно замораживает ту часть в которую будет непосредственно припенд применена значит процедура при условии того что у меня эти зубы живые соответственно я совершенно ничего не чувствовал это произошло там в тени наверно 40 секунд после укола да мы на сразу начали работать вот так что с анестезией здесь все в порядке и кстати рентген он мне тоже делал за рентген он ничего не взял наверное это входит в стоимость или что-то чтобы посмотреть корни вот рентген делается также на кресле там у врача так что никаких проблем хочу особо подчеркнуть что это не врач от макаби я не знаю хороший ли вообще в макаби там почему про макаби говорим потому что мы застрахованы у нас касса макаби вот я могу ничего сказать по поводу врачей и стоимости и сколько это стоит и хорошо или нет знаю единственное что людям требуется определенное время чтобы попасть к этому врачу то есть это не вот так вот захотел пришел как к любому специалисту и второе знаю что там зависит от стоимости твоего твоей страховки вот этой да то есть зависимости от того какой уровень тебя страховки стоимость врача тоже зависит но мы с этим не завязывались то есть потому что за два года как я уже сказал вот сейчас я потратил 500 шекелей там чуть больше до 600 шекелей что 50 шекелей давайте уж так чтобы у нас сейчас комментарии не взорвались что там зачем ты нам врешь вот мне кстати нравится сейчас последнее время стали появляться люди которые начинают говорить там в очень хорошо сняли ролик про химию в магазине меркоза контент очень хороший но снимали далеко больше смотреть не буду вот вот ну или конструктивная критика и соответственно мы исправляемся а вы нас смотрите дальше или если вы не будете смотреть то не надо нас критиковать вот а по поводу съемок кстати в магазинах я просто сразу всем отвечу есть много вопросов в магазинах снимать нельзя ребят поэтому все съемки ведутся из-под полы по из-за этого такое качество съемки безусловно если бы мы снимали спокойно напрямую в камеру то съемка была бы более детальной в том числе с показом каких-то этикеток и всего остального но и так как можем стараемся вам показать все что есть в том числе на полках можно было принести бы это домой и все показать здесь но наверное в магазине это интереснее поэтому имейте ввиду что съемки в магазинах немножко вот такого плана связи с тем что снимать в магазинах нельзя ну или давайте так скажем можно но это надо договариваться администрации чтобы получить разрешение и так далее вот ну мы не видим ничего такого чтобы снять какой-то продукт в магазине и его вам показать сколько стоит где он стоит и как он выглядит и он стоит на этой полке лирическое отступление от зубного значит вопрос такой еще раз врач частный снимает он свой частный кабинет как я уже сказал на гаотоне работает он там с 9 из 10 в зависимости от того как приедет до 5 6 в зависимости того как и соответственно через ватсап мы с ним переписываемся никаких проблем чтобы его записать я вот записал на следующем деле анюту с платоном там на профилактику да просто посмотреть все остальное это бесплатно совершенно у него ну и вообще еще раз повторю как-то нам нравится этот врач он еще ни разу не было такого в других врачей не были поэтому не можем сказать муж все тут такие вот но мы сталкивались когда врачи не здесь израиля вообще пытаются навязать какие-то услуги дополнительные там вырвать зуб побольше и так далее здесь нет здесь все четко и тем более он пытался в свое время спасти мой зуб который к сожалению пришлось вырвать и как я уже говорил в прошлом ролике ну чтобы уже люди не лазили не смотрели за то что он пытался спасти то есть удаление нервов там пломбировка и так далее вообще все ничего этого не взял денег вот хотя я к нему несколько раз приходил взял только за удаление вот поэтому как мы считаем нам повезло по ценам я вас сориентировал вот пломба да то есть пломба 250 это без удаления нервов в канале без пломбировки канала вот по моему по моему он говорил что где-то это будет уже 300 или 350 если если это именно пломбировать каналы но брать не будем если не дай бог здесь дать что-то когда перекличка вечерняя с собаками и наша собака внизу кстати у нас живет здесь семья очень прикольная у них четыре или пять девочек вот да причем супруга англоговорящая имеет то есть родной язык и английский вот и иногда они разговаривают на чистом английском к ней приезжают родители такая собака у них классная вот и она очень сейчас там тоже ей отвечают в общем очень интересный процесс наверное тоже за зубном что-то знают поэтому так то есть такая вам полезная информация с точки зрения финансового момента и с точки зрения момента что есть зубные врачи можно а кстати еще интересный момент я с ним разговаривал если у вас вдруг на работе или где-то есть страховка да то есть страховка не которая бета хлюми а страховка когда сама организация где вы работаете платит страховой компании да то есть вас страхует вы можете спокойно оплачивать не из своего кармана а соответственно страховая компания вам будет оплачивать эту процедуру по лечению зубов он тоже с этим моментом работает анюта говорит вот да по поводу чистки зубов от макаби что она раз в год по моему бесплатно но это не совсем так во первых это зависит от того какой у вас уровень карточки да то есть сколько вы плачете потому что макаби шили это вот дополнительная так скажем страховка она стоит около 100 с чем-то шекелей в месяц вот если нету каких-то там хронических или других моментов получается если почистить зубы 150 шекелей один раз в год да то смысл платить каждый день но если опять же вам нужны другие какие-то очень давайте так про макаби мы многое не будем рассказывать потому что когда узнаем или у нас появится такая возможность мы вам дополнительно расскажем по поводу вот этих моментов дополнительных страховок а всего остального все поэтому про зубного вам рассказали с вами прощаемся канал из москвы в израиль денис анюта платон кстати заметьте пересмотрите ролики я тут недавно монтировал пересматривал когда снимается в кадре моя супруга она всегда я узнала я рассказала я приехала вот мы всегда с платоном все-таки предполагаю что у нас канал семейный и вы его ведем все вместе но вот так вот есть индивидуальность звездная болезнь начинает уводить самых слабых как это медные трубы не все прошли поэтому прощаемся подписывайтесь лайкайте комментируйте и будьте счастливы все всем пока